восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности а сегодня мы поговорим с вами о статье философии искусства как вообще они соотносятся почему для человека занимающегося искусством важно знать философию вообще лучше быть философом от философии я понимаю продуктивное мышление производящие новые смыслы если это так то философию можно считать первичным творчеством под творческим актом мне думается что без продуктивного мышления невозможно возникновение искусство вообще впрочем доказать это утверждение будет крайне затруднительно да не статьи мы попробуем показать что философия понятая как как продуктивное мышление, является фундаментом для любого зрелого искусства. Вот посмотрите на, прежде всего, вот эту схему. У нас, прежде всего, на первом месте идет философия. Философия – это продуктивное мышление, источник творчества, создатель культур, создатель религии и прочих мировоззрений, включая науку, изначальный способ осмысления всех явлений. Из философии выделяется эстетика. Эстетика – философская область. Продуктивное эстетическое мышление – его, в общем-то, категория. Оно создает новые эстетические установки, формирует всевозможные определения прекрасного, ужасного, возвышенного и так далее. Без эстетики не могут работать частные искусства, то есть следующая ступень. То есть поэзия, изобразительное искусство, музыка и так далее. Они создают конкретные произведения искусства. Вы не можете представить частное искусство сами по себе. Любой человек, который создает нечто своеобразное, прекрасное, что-то свое, он апеллирует к эстетике, своеобразной продуктивной эстетике. А продуктивная эстетика уже отсылает нас к философии, к продуктивному мышлению. Философия, если мы называем ее продуктивным мышлением, является сердцем любого подлинного творчества. Творчество – это создание нового. Притом, чем качественно новее произведение, тем оно более творческое. За качество нередко отвечает философия, потому что философия – это ядро любой культуры, любой эстетики, как следствие любого произведения искусства. Тот, кто способен создать свою философию и религию, или религию, тот производит изначальный творческий акт, меняющий сами основания культуры, и как следствие основополагающие качественные аспекты творчества. Философия и эстетика – ну, здесь понятно соотношение. Философия и эстетика – это часть философии. С этим, по-моему, все согласны, и спорить с этим бессмысленно. Искусство и философские спекуляции. Очень важно понимать, что искусство не может обойтись без размышлений об этом искусстве. По-моему, сами обсуждения любого произведения искусства куда важнее, чем само творение. Ну, по крайней мере, именно обсуждения делают произведение искусства известным, делают его, так скажем, великим. Болтовня об искусстве получается важнее самого искусства. По-моему, даже это именно делает искусство искусством. Если искусство не обсуждается, если искусство неизвестно, то оно не является всеобщим достоянием. И в этом смысле оно проигрывает. В этом действительно получается, что у всех признанных произведений искусства есть одна общая черта. Они все обсуждаются и обсуждаются с помощью философских спекуляций. Вообще, самый первый пласт, через который должно пройти любое произведение искусства, это пласт философских спекуляций. Мы обсуждаем не только тексты, не только литературу, не только поэзию философскими спекуляциями. Мы картины так обсуждаем. Мы обсуждаем скульптуры, мы обсуждаем музыку. С помощью философских спекуляций это первый уровень их осмысления. На философии поэзии. Я бы из всех вспомнил, например, Горгия. Горгий великий софист, который осмыслил тропы, которые необходимы для поэзии. Более того, я бы упомянул, что великий поэт Гёте тоже являлся философом, естествоиспытательным, да еще и поэтом, написавшим Фауста, одно из гениальнейших произведений за всю историю человечества. То же самое с прозой. Великий писатель должен быть поэтом. Ой, должен быть философом, конечно. Если он не является философом, то у него будут большие проблемы с созданием чего-либо нового. Да, теперь философию музыка. Как известно, Пифагор благодаря своей философии реформировал математику и создал для музыки тоническую систему. Как? Как без этого существовала бы музыка? Нот бы не было. Пришлось бы на слух все определять. Не было бы теории гармонии, стройности. И сложность не смогла бы так развиться без Пифагора. Что получается-то? Философия и искусство тесно связаны. Продуктивное мышление, являясь ядром мышления творческого, создает искусство, реформирует их. Формирует эстетические, этические и прочие установки, что безусловно важно для искусства вообще. Однако, обыкновенно люди недооценивают связь философии и искусства. Это связано с тем, что многие не имеют достаточных знаний в области философии. Даже люди, занимающиеся искусствоведением, обыкновенно зацикливаются на тех или иных частных искусствах, игнорируя картину в целом. Здесь мы уже попытались ответить на важный общий вопрос, лежащий в основании культуру генеза. Предположенная модель не является окончательной, но отвечает на многие вопросы, на которые не могут ответить другие модели. В общем-то, спасибо за внимание. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok